Приветствую вас на канале Техревизор. Сделал подборку 10 лучших мониторов с 4К разрешением для тех, кто полностью преисполнился в своем сознании, постиг дзен и собрал реально мощный комп, желая выжать из него каждую потраченную копейку. Все-таки вещь не дешевая, что ПК, что монитор. Ну а для тех, кто только хочет попробовать 4К, проверить потянет ли комп, я подобрал бюджетные модели, за которые не нужно выкладывать стоимость системного блока. Разделил всю десятку на две категории. Мониторы с диагональю 27-28 дюймов и мониторы на 32 дюйма. Как по мне, именно эти диагонали пользуются самым частым спросом при выборе монитора 4К. Их достаточно, чтобы и поиграть, и фильмы посмотреть, и поработать. И главное, все это в 4К разрешении. Но я также не забыл про функционал. Некоторые модели оснащены регулируемой ножкой, дополнительными портами, модулями и так далее. В общем, давайте скорее начнем знакомиться с участниками рейтинга. Но перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал. Начну с модели диагональю 27-28 дюймов. Здесь на пятой строчке разместился DIGMA DM-MNB2709. Производителем этот монитор позиционируется как сугубо офисный вариант. А что, строгий дизайн, неприметный облик, да и по другим параметрам игромым его не назвать. Например, по частоте обновления. Максимум тут 60 Гц. Самый стандартный стандарт из всех возможных, которого с головой хватает, чтобы работать с текстом, в браузере и документами. Гейминг, конечно, тоже возможен. Но от 60 фпс особого удовольствия не получить. Но если кому-то все-таки хочется поиграть в нерабочее время, производитель предусмотрел FreeSync, который удалит разрывы кадров и постарается сделать картинку более плавной. Ну а для работяг здесь есть Flicker Free, устраняющий мерцание. Так что после долгого рабочего дня глаза болеть не будут. Но весь сок этого монитора кроется в остальном, особенно учитывая его цену. Тут у нас вполне нормальная IPS-матрица на 8 бит, которая хорошо передает цвета и показывает насыщенное яркое изображение. Этого более чем достаточно для работы. Конечно, дизайнеру и любому, кто работает с цветами на профессиональном уровне, такая матрица не подойдет, так как она не передает цвета настолько точно, насколько нужно. А в целом, в плане картинки монитора придраться по классике можно к засветам по краям. Без них никуда. Хотя критическим моментам это тоже не отнесут, так как во время работы они в глаза не бросаются. Намного больше порадовал функционал. На задней панели у нас есть стандартный набор портов, состоящий из одного HDMI и есть DisplayPort. И плюс к ним 4 USB порта. К ним можно подключать мышь, клавиатуру, накопитель, телефон на зарядку ставить. А на добивку DIGMA дают нам возможность еще и регулировать этот монитор по высоте и углу поворота. Полный фарш за свои деньги получается. Да еще и на пятом месте. Четвертое место я отдал Xiaomi Redmi Display 27 4K. И вот эта модель как раз позиционируется как решение для людей, работающих с картинкой, обработкой, тонкой настройкой цвета, монтажом и так далее. В общем, для творческих личностей. Для этого IPS-матрица проходит тщательную калибровку на заводе, где показатели выставляют так, чтобы цвета передавались с максимальной точностью. Кстати, этот монитор получил сертификат Penton Validated. Она означает, что монитор имеет доступ к библиотеке цветов Pantone, которыми пользуются профессионалы при работе с цветом. То есть на этом мониторе показываются ровно такие же цвета, как и у профи. Так сказать, есть возможность почувствовать себя в их тарелке. Думаю, вы сами понимаете, что совсем не для игр предназначена эта модель. Тут и частота обновления всего 60 Гц. Не то пальто. Но и для гейминга я само собой подобрал варианты, поэтому продолжайте смотреть. Помимо точной цветопередачи, этот монитор оснастили также жирным функционалом, как и прошлый Digma. Есть три USB порта, один из которых Type-C. Задачи выполняют те же, хотя мощность зарядного порта достигает 90 Вт. То есть тут можно уже и ноут поставить на зарядку, без каких-либо проблем. Но и подставка дает нам настроить монитор под себя. Можно крутить, вертеть как душе угодно, лишь бы удобно работать было. Регулируйте по высоте, поворачивайте хоть в вертикальном положении, наклоняйте, в общем экспериментируйте. Функционал получше доступен только на кронштейне. Больше добавить про этот монитор нечего. Как по мне, он идеален для какого-нибудь дизайнера или монтажера новичка, который находится на этапе роста. Когда покупать дорогой монитор за 100 тысяч, необходимости еще нет, а работать на чем-то адекватном надо. Третье место занимает игровая модель монитора от Gigabyte M28U. Хотя есть кое-какая нестыковка. Gigabyte и сам уверяет нас, что это исконно игровой монитор со всеми нужными для геймера плюшками. Но на официальном сайте нас сразу встречает яркая жирная надпись. Первый в мире игровой монитор с функцией KVM. Вот тут и возникает какая-то неувязочка, так как KVM сугубо рабочая история. Функция KVM работает так. К монитору через USB порты подключается клавиатура, мышь и еще какое-то устройство типа телефона, ноутбука или второго ПК. Таким образом, все происходящее на экране основного монитора транслируется на второе подключенное устройство, которым вы тоже можете управлять этими же клавиатурой и мышкой. Конкретный сценарий использования сейчас разбирать не будем, но на практике этой функцией пользуются только в рабочих целях, но никак не в игровых. Но в остальном я претензий не имею. 28 дюймов, 4К разрешение и частота обновления, наконец-то 144 Гц. Игры идут только в путь. Другой вопрос, потянет ли ваш ПК. Но это уже другая история, индивидуально для каждого. Этот же монитор радует яркой картинкой, качественной передачей цветов и хорошими углами обзора. Для здоровья глаз производитель добавил FreeSync и FlickerFree, чтобы ничего не болело после затяжных каток. Ну и плюс нам подарили возможность регулировать этот монитор по высоте. Да, этот гигабайт нельзя поставить вертикально, но геймерам эта функция особо и не нужна. Поэтому ничего на этом не теряем. Хотя если очень надо, всегда можно повесить монитор на кронштейн. И там уже вертите как хотите. Второе место я отдал LG UltraFine 27GP95R. Тоже еще один игровой монитор 144 Гц. По сравнению с прошлой моделью у этого матрица чуть более наворочена, охватывает больший диапазон цветов. И за счет этого получается еще более насыщенная картинка. Особенно в играх. Она выглядит очень четкой и детализированной. 4К все-таки. После Full HD очень остро ощущается разница. Однако не только геймеры, но и работяги тоже смогут взять от этого монитора еще больше, чем от прошлых участников. Ну, разве что Xiaomi может потягаться? Монитор супер яркий. Пиковое значение доходит до 750 кандел на метр в квадрате. Когда прошлой модели не имели выше 400 кандел. Также здесь очень точная цветопередача цветов. Более того, дисплей показывает нестандартные 16,7 миллионов оттенков, а целых 920 миллионов. Да, сертификата Pantone этот монитор не имеет. Но уверен, что у LG не было даже цели его получить. Все-таки монитор больше для геймеров, чем для дизайнеров. Но в любом случае дизайнер или монтажер такой моник точно заценит. Ну и прибавляем к этому помощников в лице FreeSync, Flicker Free и даже G-Sync, которые так часто игнорируют производители. G-Sync это тот же FreeSync, только для видеокарт NVIDIA. Ну и если еще включить HDR, на экран выдается четкая, яркая, сочная и без лишних артефактов картинка. Но посмотрите на одно из главных преимуществ – безрамочность. И это касается не только трех бортов, но и нижнего, на котором обычно располагается толстая рамка с названием бренда. Здесь же такого нет, получается полное погружение. Изогнутости только не хватает, чтобы наверняка. Но у нас тут тугой в этом плане IPS, поэтому не в этот раз. А для более комфортного использования предусмотрены уже знакомые функции портретного режима и регулировки по высоте. Разъемы размещены более удачно с точки зрения дизайна. Внутри красного круга есть DisplayPort, HDMI две штуки и пара USB-C. В общем, монитор создавался для настоящих профессионалов, которые понимают важность любой тонкости и деталей, и смогут правильно воспользоваться функционалом. Ну и первое место я отдал исконно игровой модели – Acer Predator XB283KKV. В офис такое не покупают, да и в Excel сидеть тоже не берут. Хотя, конечно, работать, например, с графикой на этом мониторе – одно удовольствие. Шикарная 10-битная IPS-матрица с отличными углами обзора в 178 градусов. Даже при максимальном отклонении цветопередача никуда не девается. Хотя картинка все-таки немного теряет яркость. Также из приятного – адекватно работающий HDR. В играх и фильмах реально заметно, как изменяется яркость и контрастность, за счет чего цвета выглядят более натуральными, а темные сцены вообще открываются с другой стороны. В общем, над матрицей здесь реально заморочились, хотя за такую цену по-другому и быть не могло. Это все-таки уже премиальный сегмент. Ну и Acer Predator на нем не первый год и знает, чего ждут от него геймеры. Поэтому не обошлось безумных систем FreeSync, G-Sync и Flicker Free, которые сберегут глаза. Сам монитор диагональю 27 дюймов. Не забываем про 4К и 144 Гц в придачу. А что еще нужно для реально топового гейминга? Ну, если только три таких монитора, которые погрузят процесс максимально. Ну и про звук не стоит забывать. Мощный комп, три шикарных монитора и шум пылесоса на фоне все-таки не смогут принести максимального удовольствия. Поэтому лучше запастись еще и хорошими наушниками. Если перед вами стоит и такая задача, можете заглянуть в это видео. Там я подобрал 5 недорогих моделей для гейминга. В завершении об этом мониторе могу только сказать о его функционале. Хотя от прошлого LG он ничем не отличается. Все та же регулировка по высоте углу поворота. Все те же DisplayPort, HDMI порты и USB хаб. Поэтому давайте лучше перейдем к мониторам с диагональю 32 дюйма. Есть там один очень экстраординарный товарищ. Уверен, вы и сами не думали, что такое бывает в мониторах. В общем, давайте приступим. Теперь перейдем к моделям 32 дюйма. Открывает эту категорию простенькая модель Samsung U32J590UQI. Самый, что ни на есть, простой монитор на 32 дюйма с 4К разрешением. Но главное – хороший. Просто дешевых моделей можно найти немало. Но так, чтобы при этом еще и изображение было качественным. Нужно постараться. По назначению этот Samsung скорее подойдет для офисных рабочих задач. Под игры – вряд ли, так как у него максимальная частота обновления составляет 60 Гц. За изображение в этом мониторе отвечает MVA матрица. Наконец-то не IPS. На деле MVA – это как VA, только улучшенная по скорости отклика. Каких-то глобальных изменений нет. Но здесь у нас реально качественная матрица с глубиной цвета 10 бит. За счет этого монитор распознает около миллиарда разных цветов. Поэтому мы видим насыщенную яркую и контрастную картинку. Углы обзора при этом тоже радуют. Хотя при отклонении градусов на 90 видно, что насыщенность немного снижается. Ну и плюс здесь нам этот монитор дарит чистый белый и глубокий черный цвет. Такова особенность VA матрицы, которой сложно похвастаться бюджетным IPS. Придраться могу к яркости. Она здесь и до 300 кандел не доходит. Но этого достаточно для любых задач. Все-таки это бюджетный монитор, поэтому особо акцентировать внимание на этом не буду. Ну и плюс засветы по краям. Само собой, куда без этого. Видно их только на темном фоне в темной комнате. Сами понимаете, в глаза практически не бросаются, поэтому можно не париться. Также меня немного напрягают рамки. Безрамочным этот моник точно не назвать. Но думаю, что с такой и без того огромной диагональю рамки особо не помешают. Что в играх, что в работе, что при просмотре фильма. Можно было бы что-нибудь рассказать про функциональность монитора, но особо и сказать нечего. Разъемы для подключения самые стандартные. Пара HDMI и один дисплейпорт. Ну и подставка никак не регулируется. Только кронштейн. В общем, получается бюджетник с отличным экраном, но голым функционалом. Ну и еще один бюджетник в этой категории. BenQ и W3270U. Монитор тоже по назначению универсальный. Чисто для рутинных ежедневных процессов. Типа в ютубе позалипать ленту, полистать кино, посмотреть, поработать немного и поиграть. Какими-то особенными характеристиками он не выделился. Внутри стоит отличная VA-матрица с частотой обновления 60 Гц, которая также показывает глубокий черный и чистый белый цвет. Но это не с потолка взяты фразы. Это было выявлено в результате тестов. Что касается цветопередачи, в этом плане тоже все хорошо. Эта матрица тоже охватывает около миллиарда цветов. И с отображением нет никаких проблем. Картинка получается насыщенной, яркой и контрастной. Играя в игру или просматривая фильм, не будет казаться, что где-то цвета блекловаты, как будто не хватает насыщенности. Монитор реально очень достойно работает с цветами, как для простой модели, которая даже не создавалась для этого. При этом мы имеем хорошие углы обзора, которые не искажают картинку и сохраняют оттенки. Правда, засветы все на том же месте. Маленькие, толком незаметные, но есть. Также уточню момент с HDR. Что у прошлого Samsung, что у этого BenQ технически есть такая функция. Но вот на практике она реализована так себе. Монитор элементарно по своим параметрам не может показывать улучшенное изображение. Поэтому можете попробовать в какой-нибудь игре или фильме включить HDR, но на какой-то впечатляющий результат не рассчитывайте. Ну и завершающим штрихом могла бы стать гибкая по функционалу подставка. Но, к сожалению, здесь такого не завезли, поэтому говорить не о чем. Давайте просто перейдем уже к более дорогим мониторам. Тройку лучших открывает Acer Nitro XV322 QKKV. В общем, в рейтинге мониторов компании Acer эта модель заняла первое место. Но в рейтинге 4К-мониторов нашлись рыбы покрупнее. Этот же монитор встречает нас все тем же огромным дисплеем на 32 дюйма. Нехилый телевизор, который предназначен для игр, хотя и работать на таком вполне удобно. Можно открыть много окон и раскидать программы по всему рабочему пространству, а не ютиться в маленьком экранчике на 24 дюйма. Но главное, как по мне, за что этот монитор можно рассмотреть в покупке, это 4К и 144 Гц. Именно такой тандем у многих брендов стоит космических денег. Acer же предлагают более доступный вариант. При этом есть приличный набор разъемов, который включает не только дисплейпорт, пару HDMI, но и Thunderbolt. Поэтому можно подключить реально все, что нужно и для гейминга, и для работы. Картинка при этом получается нереальной. Что уж там, только масштаб 32 дюймов чего только стоит. А уж красок, контрастности и сочности добавит любая IPS-матрица. Правда, IPS страдает все той же болезнью – засветы по краям. Но поскольку это более дорогая и навороченная IPS, она может показать еще чистый белый и глубокий черный цвет. Поэтому в этом плане прошлой VA ничем не лучше. Ну и о глазах решили позаботиться Flicker Free и FreeSync, которые устраняют мерцания и разрывы кадров в играх. Но этот монитор точно уходит вперед хотя бы за счет подставки. Она много места не просит, выглядит аккуратно, да и вообще компактно на столе располагается. Но главное, что при этом есть возможность отрегулировать ее по высоте. Наконец, можно сделать это прямо из коробки, не вешая монитор на кронштейн. В общем, хоть этот монитор создан для гейминга, его без проблем можно применять и для остальных задач. Второе место за премиальным монитором игровой серии AOC Egon AG324UX. Над дизайном здесь заморочились. Чтобы уж точно никто и подумать не смог, что это офисная модель. Монитор на лицевой части имеет красные вставки интересной формы подставку. Более того, есть даже проекция логотипа на стол. Очень необычно выглядит. Еще круче выглядит подсветка на задней панели. Вы можете сами настроить, каким цветом она будет гореть. Ну и если у вас есть еще устройство AOC, синхронизировать все это дело и получить реально современное, привлекающее внимание игровое место. Но это все уже детали, которые только усиливают впечатление от монитора. Самая основная картинка. И здесь за нее отвечает навороченная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц, которая различает до 1 миллиарда цветов. Поэтому цветопередача у этого монитора все на том же высоком уровне, что у прошлого Acer Nitro и не требует доработок калибровки. Все такие же яркие, насыщенные оттенки, контрастная картинка, отличные углы обзора. За типичный недостаток за светами тоже ничего плохого сказать не могу. В большинстве моделей они не встречаются как явление. Поэтому даже на черном фоне в темной комнате вам уж точно ничего не будет мешать смотреть фильм или играть. Хотя, правды ради, небольшие засветы не видно точно так же, поэтому это просто для чистоты вашей души. Так сказать, не зря купили хороший монитор и даже без засветов с равномерной подсветкой. Также есть функция по улучшению изображения. Для игр производитель дал нам FreeSync и G-Sync, которые сглаживают разрывы кадров, и Flicker Free, устраняющий мерцание. Ну и чтобы сделать картинку еще более натуральной и контрастной HDR в придачу. В общем, полный фарш. Хотя, подождите, не полный. Еще у нас полностью регулируемая подставка. Можно и по высоте выставить под себя, и даже на 180 градусов повернуть. Также на задней панели есть USB-хаб, в который можно втыкать клавиатуру, мышь, ставить телефон или ноутбук на зарядку. Ну и уже знакомый вам KVM здесь тоже поддерживается. Теперь точно полный фарш. Но вы только зацените, что за модель расположилась на первом месте рейтинга. Samsung Odyssey G7. Казалось, если прошлый AOC полный фарш, неужели его еще можно обойти? Можно. Вы когда-нибудь видели в современном мониторе LAN-порты, по которому подключается интернет? А здесь он есть. А поддержка Bluetooth и Wi-Fi? Они здесь тоже есть. Причем не какие-нибудь древние, а предпоследних версий 5.2 и Wi-Fi 5. То есть тут речь идет даже не о банальном подключении мышки с клавиатурой через USB-порты. Тут вон полноценный функционал смартфона. Только экран у этого монитора побольше будет. Samsung решил погулять на все деньги. Какая-то там адаптивная подсветка или проекция никаких эмоций даже не вызовет. Просто приятное дополнение. Но главное – картинка. Хоть на черном, хоть на темно-синем, хоть при свете, хоть в кромешной темноте, ну ничего не подсвечивает в отличие от прошлого места. А углы обзора так вообще сказка. Цвета не блекнут, не тускнеют, не теряют палитру из-за небольшого отклонения относительно монитора. Что уж говорить за цветопередачу. Достаточно того, что этот монитор берут как заядлые геймеры, так и профессионалы, работающие с графикой. Поэтому что для игр, что для работы с светокором на профессиональном уровне этого монитора вам будет достаточно. Нет, вам будет его за глаза. Дальше только топовое оборудование за 200-300 тысяч рублей. Думаю, вряд ли вы захотите столько отдавать чисто за монитор. А этот G7 – хорошая альтернатива. Есть все необходимое, в том числе для рядового пользователя, чтобы глаза не уставали, и для геймеров, для того, чтобы 144 Гц выглядели как настоящие 144 Гц. Это я про Flicker Free, G-Sync и FreeSync. Да и сам монитор можно регулировать и по высоте, и по углу поворота. В общем, если вы искали самый топ, вы его нашли. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.